В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ночь расстрела царской семьи, мрачная дата истории. Какой след в жизни Сарова оставил последний русский император? Нижегородский «Феникс» активист добровольческого движения «Капельки добра» Евгения Ермакова принимает участие в региональном конкурсе. Предъявите паспорт болельщика на игры российской премьер-лиги. Теперь можно попасть только по Фанайди. Далее расскажем обо всем подробно. В ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге большевики расстреляли семью Николая II. Погибли сам император, его супруга, дети и приближенные. Последний император был известен своей религиозностью. В 1903 году Николай II посетил Саров. Идея построить храм в честь святых царственных страстотерпцев появилась еще в 2003 году, когда в городе праздновали столетие со дня канонизации Серафима Саровского. Тогда вспомнили слова преподобного «Царя, который меня прославит, и я прославлю». Этим царем и стал Николай II, который дал толчок для канонизации отца Серафима. В 2006 году на месте строительства нового храма на улице Менделеева поставили крест, но дело долго не могло сдвинуться с мертвой точки, возникало много сложностей. Но в итоге храм в честь святых царственных страстотерпцев все-таки появился в Сарове. Только к 2018 году, и все здесь вспомнили, что ожидается именно столетие со дня убийства царской семьи в Екатеринбурге. И этот храм был освящен в ту самую ночь, ровно через сто лет, в тот же самый день, когда была убита царская семья. Это очень показательно, это очень живо. Гуманитарный склад при Центре Милосердия открыли в 2018 году. Одно из главных направлений Центра – это помощь многодетным семьям, а также попечение о детях-инвалидах. В этот же год в Сарове построили и первый храм, посвященный царственным страстотерпцам. Все эти факты натолкнули добровольцев на мысль назвать Центр Милосердия в честь царевича Алексея, единственного сына Николая II и Александра Федоровна Романовых, а также наследника Царского престола. Во-первых, он из большой многодетной семьи, и он принадлежит к царской семье, в честь которой строился храм, в тот момент завершался. И он сам, ребенок, как бы сейчас сказали, инвалид с детства. А тема детей с инвалидностью, она у нас в волонтерском центре была с самого начала. По свидетельствам современников, царская семья много занималась благотворительностью, помогала бедным и нуждающимся. Старшие княжны и сама императрица Александра Федоровна во время Первой мировой войны стали сестрами милосердия и ухаживали за ранеными солдатами. А младшие дети помогали в госпитале. Знаете, меня просто потрясла эта семья. Она настолько как-то... И то, что я живу в городе, где они когда-то бывали, и то, что царевич Алексей родился по молитвам, вознесенным здесь. У меня соединилась эта семья, и она мне стала как родная. В ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге большевики расстреляли семью Николая II. Погибли сам император, его супруга, дети и приближенные. 17 июля – дата памяти царской семьи, а в храме царственных страстотерпцев в этот день отмечают престольный праздник. Евгения Ермакова, инженер ФИАЦ ВНИЕФ и активист добровольческого движения «Капельки добра» принимает участие в конкурсе на получение премии «Общественного признания» в сфере благотворительности «Нижегородский феникс». Конкурс проходит в формате рассказа добрых историй. Подробности далее. Добро требует тишины. Так говорит активист добровольческого движения «Капельки добра» Евгения Ермакова. И не всегда спешит давать интервью. Тем более бывает, что некоторые люди критикуют инициативы, считая, что от них волонтеры получают какую-то выгоду. Но выходить на публику Евгению подталкивают две вещи. Первое – это дать понять тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, что они не одни и им могут помочь. А второе – чтобы привлечь внимание неравнодушных саровчан к проблемам ближних и призвать желающих в команду волонтеров «Капелек добра». Ни Оля Лобанова, которая ведет склад уже два года, жертвуя своим временем и силами ради помощи, ни я, ни все остальные ничего не получают, кроме душевного спокойствия, радости. Что хочешь, чтобы нас больше было? Не только внутри ВНЕФа, а просто больше. Потому что город мой такой академический, большой, духовный. Это моя точка зрения. И хочется, чтобы мы все-таки побольше к созиданию. История «Капелек добра» началась четыре года назад. Причем спонтанно. Тогда на работе у Евгения ВНЕФ решили организовать группу людей для новогоднего поздравления подопечных девятого интерната. И на этот призыв откликнулось много людей. С этого все и началось. Уже несколько лет волонтеры оказывают адресную помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации – многодетным семьям, малоимущим гражданам, детям с ОВЗ. Также у «Капелек добра» есть и свой гуманитарный склад на товарной базе. Очень многое в работе движения держится на нескольких активистах – сотрудниках РФАЦ-МЕФ. Я себя не позиционирую как лидера, или вы говорите, или руководителя. Я никакой не руководитель. Потому что без этих людей, которые вот четыре года со мной, которых я уже практически знаю всех по именам, я вообще ничего из себя не представляю. Сейчас Евгения Ермакова участвует в конкурсе на получение премии общественного признания в сфере благотворительности «Нижегородский Феникс». В этом году конкурс проходит в обновленном формате «Добрых историй». «Добрую историю Евгении» можно найти в номинации «Инициатива. Гордость коллектива». Отдать голос за Саровчанку можно на сайте www.fenix.dfisnn.rf до 17 июля. Штраф от 50 до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 тысяч за повторное вождение без прав. А злостным нарушителям теперь грозит тюремный срок до двух лет. В России ужесточили административную и уголовную ответственность для лишенных прав водителей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На дороге к протяжке водитель такси сбил лосенка. Информация об этом появилась в социальных сетях. Очевидец утверждает, что животное резко выскочило на дорогу, и водитель не успел среагировать. Аварии не удалось избежать, даже несмотря на то, что водитель, как сказано на видео, соблюдал скоростной режим. Будьте осторожны, ДТП с лосями – самые опасные. Из-за анатомии Сахатова удар приходится на лобовое стекло. У лося очень слабое зрение, и предотвратить аварию может только автомобилист. Как предупреждает Комитет госохотнадзора. Минсельхоз региона напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. Так, в лесу запрещено использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфянниках. Бросать горящие спички, окурки и горячую залу из курительных трубок. Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы. В соответствии с КОАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены административные штрафы. Кроме того, если нарушение требований пожарной безопасности повлечет возникновение лесного пожара, предусмотрена также уголовная ответственность. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно, паспорт болельщика, который был на чемпионате мира, он отличался, потому что это был пилотный проект, который себя оправдал и был признан в области спорта успешным. И у нас в России, и за рубежом. Поэтому сейчас он уже разрабатывается под нашу систему, на все наши спортивные соревнования, которые будут проводиться в России. Паспорт болельщика необходим для посещения матчей российской премьер-лиги в сезоне 2022-2023. Первоначально Фанайди будет работать на стадионах в пяти городах. В Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. Паспорт болельщика призван повысить безопасность посещения крупных, значимых спортивных соревнований, которые у нас будут проводиться во всей Российской Федерации. Оформить его можно на портале госуслуг в разделе паспорт болельщика. Пользователю нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. При этом самостоятельно это могут сделать дети старше 14 лет. Болельщикам младшего возраста паспорт оформляют родители. После этого заявителю нужно обратиться в МФЦ с паспортом для подтверждения данных. Уведомление о статусе готовности придет в личный кабинет, на госуслугах или на электронную почту болельщика. Мы продолжаем наш проект «Ищу хозяина». Он призван помочь найти дом животным приюта Мурдом. В этот раз мы расскажем вам о нижегородских котах, которые стали жертвами жестокого обращения. В феврале в приют Мурдом из Нижнего Новгорода поступили 10 животных. Их изъяли по решению суда из квартиры психически нездорового человека. Все коты были в ужасающем состоянии, голодные, измученные. Их перевозили в Саров под седацией, они плохо отходили от наркоза. Были опасения, что животные не выживут. То есть они были прям действительно еле живые. И мы очень боялись, что некоторые из них не переживут даже ночь. И в итоге мы позвали всех волонтеров, всех неравнодушных людей, которые пришли нам помогать. То есть мы практически до поздней ночи делали им капельницы, давали дышать кислород, кололи физраствор, глюкозу. Там пытались кормить небольшими порциями. То есть всячески пытались их реанимировать. Всех удалось спасти. Помогло и то, что все животные молодые. И всем было на тот момент в районе года. Их обработали от паразитов, вакцинировали, кастрировали, стерилизовали. Приучили к рукам и к лотку. Процесс восстановления еще продолжается. По некоторым все-таки до сих пор видно следы не самой лучшей жизни, которая у них была еще относительно недавно. То есть они далеко не все еще набрали такой оптимальный вес. Они еще такие некоторые худенькие. У некоторых еще до сих пор шесть проплешинами. Но мы решаем этот вопрос, мы даем витамины, мы даем специально кормам. А клинически они все здоровы. На руках у Анны Карл, кот из этой нижегородской компании. Он поступил в самом плохом состоянии. Скелет, обтянутый свалявшейся шерстью. Но благодаря ласке и заботе волонтеров превратился в шикарного отъевшегося кота. Карл очень импозантный и харизматичный кот. Императорское имя ему подходит. Это кот, которому по взгляду видно, что он знает себе цену. У него такой очень хитренький взгляд. Этот кот подойдет семье, где есть дети. То есть, ну это не совсем груднички. То есть, ребят где-то там 7-8 лет уже вполне будет хорошо. Потому что кот в игре не бросается, не царапается. Познакомиться с Карлом и его друзьями можно, предварительно договорившись с волонтерами. По телефону 7 908 762 09 51. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая этого года вы найдете в торговом центре Галактика. С 15 по 17 июля там проходит медовая феерия. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Саровчан уже ждет мед нового урожая 2022 года. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут, чайную ложку, в течение дня до 100 грамм можно употреблять, это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ, температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акация гипоаллергенен, его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, своими железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 15 по 17 июля с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти – доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей!